Всем доброго времени суток. Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу вам предложить Тароскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 октября 2018 года. Сегодня я буду работать с колодой Таро Очарование. И вспомогательной у нас будет колода с вами Оракул Кипера. Как вы знаете, традиционно я буду выкладывать карты, которые указывают позитив недели, негатив недели, советы карт. И у нас Оракул Кипера будет как на неожиданность недели. Карты здесь, конечно, замечательные, яркие, красочные. Они очень большие, они огромные. Поэтому немножечко затрудняется процесс тасовки, выкладки карт. Но я надеюсь, что они для вас будут крайне информативны. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на работу, проговаривайте свои имена, даты рождения. И традиционно начинаем с Овнов. Так, поехали. Позитив недели. Негатив недели. Совет от карт. Итак, на позитив недели. У вас здесь падает карта Дьявол. Карта, скажем так, рискованных действий, каких-то вот необдуманных поступков. Когда вы четко видите, что здесь показывают стоп, вы все равно идете на пролом. Потому что здесь вы будете идти в банк, ставить на что-то крупное. Ситуация сама по себе взбалмошных поступков, необдуманных действий, ситуация зависимости. Вот знаете, как говорится, пуститься во все тяжкие. Именно здесь это по карте Дьявол. То есть то, чего вы не делали ранее, вы сейчас позволите себе это сделать. Что вам падает в качестве неожиданности недели, простите, негатива недель? Здесь у вас падает Королева Мечей. Королева Мечей здесь может указывать на влияние женщины. Здесь непосредственно, как видите, изображен врач. Возможно, вам придется платить за свои ошибки. А именно, обратиться к врачу после каких-то загулов, дабы восстановить свое здоровье. Или же данный аркан четко может указывать на вашу концепцию все, знаете как, не то что даже взвешивать и обдумывать. А вот здесь из-за ваших необдуманных поступков по Королеве Мечей здесь могут пройти какие-то штрафные санкции. То есть, например, штраф за превышение скорости, либо за какую-то несвоенную выплату. Либо по карту Дьявола, поскольку с позиции финансов это может быть какие-то откаты. То есть, здесь, как самое главное, проверка налоговой инспекции. Так, из позиции совета. Вот видите, у вас пятерка Мечей. Не поделитесь здесь все-таки какие-то аспекты. И будет эта ситуация, нашла коса на камень. Выяснение взаимоотношений. Ну, давайте посмотрим на неожиданность недели. О чем же вам здесь говорят карты? Что вам здесь выпадет на Кипере? Женщина. Все-таки, да, будет влияние этой женщины. Если воздушную стихию брать, это у нас будут водолеи, близнецы или весы. Каким образом будет на вас воздействовать? Ну, заставит вас крепко призадуматься. Если смотрит мужчина, все ваши мысли будут об этой женщине. Возможно, скажем так, связи с этой женщиной, да, связи именно бурной страстной, связи сексуального характера. Либо же здесь будет какая-то ситуация конфликта, и вы с этой дамочкой будете на ножах. Если здесь смотрит женщина, то, скажем так, какая-то женщина своими поступками, своими действиями, либо это будет женщина из проверяющих инстанций, заставит вас здесь крепко призадуматься о, скажем так, ваших действиях, сделать необходимые выводы. Так что вот, Овны, такая у вас неделька. Так, давайте смотреть теперь, товарищи Тельцов, что вас здесь ожидает. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Карты доставать тяжело, потому что они матовые и, знаете как, между собой склеиваются. Итак, на позитив недели, ой, тройка мечей, что же, что же, любовный треугольник, либо который завершится, то есть для вас она может быть ситуация разочарования, но позитивная, да, то есть какие-то действия, которые вас заставят здесь погоревать, но это для вас будет очищающий конфликт, либо в целом какая-то очищающая ситуация. Вот, знаете, как перестрадали и хватит. Если с позиции негатива недели, у вас здесь падает двойка кубков. Вот, вот поскольку падает здесь негатив недели, о чем здесь говорит? То есть либо вы узнаете о союзе своего, там, не знаю, партнера с кем-либо, либо вы четко будете понимать, что вот этот вот союз, который здесь падает, то есть его время истекло. И пришло время в нем поставить точку. И в плане совета, что вам здесь падает, вот видите, пятерка жезла, карта борьбы, карта спора, выяснения взаимоотношений, конфликтная ситуация. Вот то, что у вас здесь как раз падает. Но давайте все-таки посмотрим на неожиданность недели. Что же у вас здесь проиграется? Восстановление. Попытка восстановить ситуацию. Поймите, это может касаться не только личной жизни. Это может касаться рабочих, деловых взаимоотношений, взаимоотношений с родственниками. Когда была, знаете, как близкий друг или подруга, и, скажем так, нашла коса на камень. Пошли споры, пошли конфликты, и потом вы будете пытаться эту ситуацию восстановить. Так, ну давайте дотяну для вас еще здесь один аркан. Но поймите, для этого вам потребуется долгий путь. Карта путь, то, что, скажем, восстановление потребует длительного от вас времени. Но тем не менее, для вас это будет большая удача. Поэтому, если есть возможность нивелировать конфликты, не лезьте, грубо говоря, на рожон. Если уже накосячили, то, знаете, вам придется очень длительный период времени это исправить. Так, переходим теперь к нашим близнецам. Так, близнецы, что же вас ждет на этой неделе? Так, позитив. Недели. Негатив. Недели. Совет. Каткарт. Так, на позитив недели. На позитив недели у вас здесь падает королева Пентакли. О чем это говорит? Либо влияние женщины, для мужчины это отыграется как супруга или мать, или женщин просто как мать. Либо же женщины земной стихии, это телец дева или козерог, который вам окажет помощь или поддержку в каком-то вопросе. Если абстрагироваться от того, что эта карта придворная, то здесь это карта получения денег. Выгодные сделки, получение финансов, в целом стабильная ситуация. То есть, либо какой-то вопрос купли-продажи, который для вас завершится благоприятно. Видите, потому что вы здесь довольны результатом. В целом ситуация процветания, ситуация благосостояния. На негатив недели вам здесь падает пятерка мечей. Какая-то конфликтная ситуация. Давайте посмотрим, чего будет касаться. Выяснение взаимоотношений. С мужчиной. Потому что здесь идет карта жрец. Она четко указывает на ситуацию, знаете, как учителя. Либо в целом может касаться человека старшего. То есть, это может быть ваш отец. Либо если мужчина старше вас, может отыграться. Или же в целом здесь может быть конфликт с руководителем, с наставником, с начальником. Видите, какая ситуация. Особенно для тех, кто проиграется, кто, например, работает в кулинарии или занимается поставками продуктов для ресторанов. Вот у вас здесь четко будет ситуация конфликта именно с управляющим данного заведения. Итак, с позиции совета карт. Здесь падает тройка фубков. Все равно сможете ситуацию любую лежить полюбовно. Карта праздника, карта приятного времяпрепровождения. Особенно отыграется для девчонок. Девчонки время, скажем так, встретиться, провести это время с подругами. Провести его благоприятно, продуктивно. Обсудить что-то важное, поделиться какими-то новостями. Ну и зарядиться энергией. Ну давайте я посмотрю для вас неожиданность недели. О чем здесь говорят карты? Так, сейчас сразу протрактую. Смотрите, о чем здесь говорят вам карты. Первая карта, которая здесь упала, это карта бедность. Длинный путь в восстановление. Восстановление, это идет восстановление ваших финансовых позиций после каких-то трат, либо ситуации кризиса. Вот оно здесь закончилось, потому что здесь у вас по королеве Пентакли либо поступление денег, либо в целом вы сможете стабилизировать свою финансовую ситуацию. Вот о чем, собственно говоря, карты и вещают. Вот была ситуация кризиса с финансами. Длинный путь, ситуация восстановления. То есть финансы вошли в свое русло. Пусть у вас так и будет. Так, далее смотрим рак. Раки, что же вас ждет на этой неделе? Давайте посмотрим. Итак, позитив недели. Негатив недели. И совет от карт. Итак, на позитив недели. Тройка жезлов. Ну что могу вам сказать? Возьмите новые вершины, новые горизонты, новые возможности, продвижение в любом вопросе. Чего бы это ни касалось. Карьеры, достижения планов, финансовых сделок, личной жизни, либо в целом ситуация поездки, либо достижения просто тех целей, которые вы себе поставили. То есть неделя для вас будет крайне продуктивна. Не сможете сами, вам в этом помогут. Есть поддержка, есть путеводитель. То есть вы справитесь однозначно с этой задачей. В плане негатива вам здесь падает шестерка жезлов. То есть не слишком увлекайтесь победой, потому что по шестерке жезлов это будет ситуация нарциссизма. То есть всего и вы достигли сами. То есть я вот весь такой или раз такая. Ну и в плане совета четверка жезлов. В плане совета карта говорит, постарайтесь на этой неделе по максимуму уделить время семье, либо какому-то празднику, устроите себе какой-то пикник, не знаю, просто выезд на природу, провести время с друзьями. Вам это сейчас крайне необходимо. Неделя для вас позитивна, особенно для тех, у кого стоит вопрос не только праздника, да, но и вопросов с недвижимостью. Поэтому если что-то вы себе планировали на эту неделю, вопрос купли-продажи, аренды, да, не знаю, там, ипотеки и так далее. Сейчас для вас самое время. Все три аркана у вас, видите, огненные стихии. Ну и в плане неожиданности, о чем вам здесь говорят карты, давайте посмотрим. Так, карта суд. Здесь указывает либо на какие-то судебные споры и сдержки, либо в целом обращения в какие-либо организации, ну, государственные. Это начиная от ЖЭКа, да, до каких-то, сложно сказать, просто контролирующих организаций. Может быть даже и в суд непосредственно для решения споров, либо достижения каких-то результатов. Здесь могут также проходить какие-то справки, получение каких-то документов, которые вам необходимы. И вы их получите, потому что карта письмо в данном контексте это получение позитивного решения, либо то решение, к которому вы стремились. Либо в целом получение долгожданных документов, не знаю, которые вы не могли получить в какой-то момент. Все, что касается билетов, виз, каких-то справок, либо в целом вот каких-то документов, которые для вас были утеряны. Идет ситуация восстановления. Поэтому неделя для вас будет крайне позитивна. Пусть у вас так и отыграется. Так, поехали дальше. Что же у нас на этой неделе будет у львят? Так, львята. Позитив недели. Негатив недели и совет от карт. Так, на позитив недели. На позитив недели у вас здесь падает Паш Пентакли. Карта нового опыта, продвижения вперед, новых возможностей заработка. И в целом реализация своего опыта и навыков, и своего потенциала. Поэтому здесь вы сможете не только преуспеть, да, в чем-либо продвинуться, но и заработать. Так, в плане негатива недели у вас здесь падает шестерка мечей. Это говорит о том, что вы будете продвигаться вперед, но не особо-то рискуете. Идете вы здесь по тонкому льду, и вы не знаете, с чем, скажем так, вот этот рывок вперед может для вас завершиться. То есть взвесьте все факторы, чтобы не было потом какой-то кризисной ситуации. То есть вам здесь нужна четкая и твердая опора под ногами, а не хрупкий лед. То есть обращайте внимание на этот момент. И в плане совета здесь падает вам карта жрец, карта помощи, карта соратника, поддержки. Ситуация контроля, ситуация стабильности, потому что здесь это не только ученичество. Кстати, для многих это может еще проиграться 100% как обучение, курсы, хобби, либо даже поступление в университет, либо в целом подняться на новую социальную ступень. Здесь у вас может быть новая должность. Но, как говорят карты, прислушивайтесь к тем, кто вам помогает, либо каким-то образом курирует вас в каких-то вопросах. Вы получите здесь дельный совет и поддержку. Потому что, видите, сами вы с этим вопросом не справитесь. Но и в плане неожиданности недели, о чем вам здесь говорят карты, давайте посмотрим, что у вас здесь падает. Карта большой удачи, видите. На этой неделе все у вас будет замечательно. Поэтому, львята мои, действуйте. Все у вас получится, что бы вы ни задумали. Здесь просто все возможности, либо все финансы на этой неделе будут ваши. Пусть так и будет. Так, давайте смотреть дальше. Так, теперь наши дорогие девы. Девы на позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, на позитив недели. Что же у вас? Восьмерка Пентакли. Карта тяжелого, кропотливого труда, оттачивания своего мастерства, но вместе с тем и хорошего заработка. Здесь не только будете оттачивать свои навыки, тяжело трудиться, но у вас есть способность продвинуться по карьерной лестнице, либо каким-то образом увеличить уровень своего дохода. То есть, приход прибыли, получение, не знаю, там, зарплаты, аванса, вам вернут долг, либо в целом каким-то образом кто-то вас проспонсирует. Но поймите, это то, к чему вы стремились, к чему вы долго шли, и получите в это оправданно и заслуженно. Так, парни негатива недели. У вас здесь падает семерка жезлов. Вот отстаивать будете свои права. Дело немножко свойственно, не хочу никого убедить, но у вас есть такое. Прав, не прав, но все равно будут стоять на своем. Вот здесь вы четко, даже в какой-то безапелляционной форме будете отстаивать свои интересы, несмотря ни на что, ни на какие преграды, ни на какие последствия. Здесь нужно немножечко задуматься, а так ли, скажем, вы объективны в какой-либо ситуации, или, возможно, стоит прислушаться к чужому мнению. Ну и в плане совета, здесь у вас падает карта умеренность. То есть вот вам четкое указание на эту ситуацию. Соблюдайте баланс и умеренность во всем. Даже если рядом с вами будут люди, взгляды которых вы не приемлете, либо которые в принципе отличны от ваших. Но тем не менее, всегда можно найти компромисс. Ну и давайте смотреть на неожиданность недели. Что же вам здесь падает? Так, о чем говорят данные литканы? Здесь падает привилегулированная леди. Ну то есть особенно это проиграться для девушек. Поднимите свой социальный статус, новые возможности, будут новые перспективы. Если здесь смотрит мужчина, то для вас отыграется как роль данной женщины на этой неделе. Она для вас будет крайне значима и поможет нам, ну, скажем так, в ряде решения каких-то значимых вопросов. Так, вот такой у нас вышел расклад для дев. Давайте посмотрим, что же теперь у нас представители знака зодиака весы. Итак, что же у вас тут на позитив недели? Негатив недели и совет от карт. Итак, весы. Позитив недели. Карта дьявол. Карта зависимости. Нырнуть в омут с головой. Идти на пролом, несмотря ни на какие препятствия. Возбалмошные поступки. Рискованные предприятия. Крупные деньги. Шальная жизнь. Бурные вечеринки. В целом, вы знаете, как я говорю, пуститься во все тяжкие. Несмотря ни на эти предостережения, которые у вас будут на пути. Оправданно это будет или нет, давайте посмотрим. Так, с позиции негатива у вас падает карта сила. Желание преодолеть любые препятствия. Возможно, даже взять силы. Но единственное, не переусердствуйте здесь, да? Чтобы не вылилось никакие негативные последствия. И в плане совета. У вас здесь падает рыцарь Пентакль. А именно, тише едешь, дальше будешь. Это раз. Во-вторых, это упорное достижение своей цели. Вкладываться в то, что вам дорого, в то, что вам значимо. То есть, пытаться сохранить то, что у вас есть. Вот здесь, видите, он со всей силы там полирует машину, да? Вот выглаживает ее. Но вместе с тем, поскольку он делает это сам, он экономит. Вот на этой неделе постарайтесь быть экономными. Если что-то вы можете сделать сами, сделайте самостоятельно. Постарайтесь экономить деньги, они вам пригодятся для каких-то, ну скажем так, ваших вкладов, либо новых свершений. Но и в плане неожиданности недели, давайте посмотрим, как же для вас проиграется данная ситуация. Ситуация раздумья. Здесь, возможно, влияние какого-то мужчины в целом на ситуацию, на обстановку. И карта деньги. Как мне здесь это интуитивно? Возможно, какому-то мужчине потребуется ваша финансовая помощь. То есть, это может быть отец, это может быть дедушка, брат, либо какой-то для вас родственник. Или же наоборот, вы можете попросить у этого человека финансовой помощи. Но вот если интуитивно здесь рассматривать, почему вам нужно делать самостоятельно, дабы сэкономить и кому-то помочь. Поэтому учтите этот момент, на этой неделе для вас это может быть значимой ситуацией. Так, давайте смотреть, кто там у нас дальше. Скорпиошки наши. Скорпиошки, скорпиончики. Ну что, скорпионы? Позитив. Недели. Ой, так. Негатив. Недели. И совет под карты. Итак, на позитив недели. Двойка мечей. Нежелание на что-то обращать внимание. Либо на многое будете закрывать глаза. Либо попытка от чего-то, знаете, отречься. Особенно это касается каких-то финансовых документов. Отказаться в последний момент от какой-то сделки, которая для вас может быть кабальной. Либо в целом от тех предложений, которые могут вам поступить. То есть, вот знаете, как резко прекратить, не знаю, какие-то переговоры, договоры, отложить встречи. Потому что вы понимаете, что напрасна трата времени и сил. И для вас она не принесет ничего перспективного. То есть, ситуация уже застоялась. Она для вас не актуальна. В плане негатива. У вас здесь падает десятка жезлов. Ну, оно как-то сама показывает, да. Слишком много на себя взвалили. Обязанности тяготят. То есть, уже мешки под глазами. Вы как-то в доголике. Все работаете, работаете, все равно не успеваете. То есть, здесь необходимо структурировать рабочий день. Может, возможно, делегировать кому-то обязанности. Дабы успевать все, да. Соотнести какой-то вот взгляд тайм-менеджмент. И в плане совета рыцарь кубков. То есть, работа, работа и контракты, контракты. Не забывайте о личной жизни. Дайте волю себе, своим чувствам, своим эмоциям. Если вы свободны, езди на знакомства, в новые социальные круги. Чаще выходите, чаще гуляйте. Если у вас есть вторая половина, уделяйте ей больше времени. Она тоже в этом очень сильно нуждается. Особенно, скажем так, в каких-то ваших романтических поступках. Так, ну давайте посмотрим на неожиданность недели. Что же у вас здесь падает. Так, карта Куртхаус. Вот видите, какие-то отмененные сделки. То есть, здесь либо получение каких-то документов, либо выжидание документов, как-то каких-то договоров и решений. Ситуация здесь будет четко окончена. Либо, как я говорю, вот видите, вы откажетесь в последний момент. Ну, например, не знаю, собирались брать кредит, либо что-то еще. Раз, передумали. Потому что, понимаете, что для вас это может быть чревато какими-то проблемами с юриспруденцией, либо в целом. Поэтому в последний момент откажетесь от текущей ситуации. Так, давайте же смотреть дальше. Кто у вас здесь? Стрельцы. Что же вас ожидает на этой неделе? Давайте посмотрим. Так, на позитив. Недели. Негатив. Недели. И совет от карт. На позитив недели. На позитив недели стрельцы. Девятка кубков. Что-то вы здесь будете оплакивать, с кем-то прощаться, с какой-то ситуацией, либо с человеком. В целом ситуация стагнации, когда очень тяжело что-то признавать, либо с чем-то прощаться. Но давайте все-таки я дотяну вам до, чего же конкретно это будет касаться. Девятка кубков. Любовных отношений. Именно, повторюсь, не супружеских, не замужних, либо постоянных. А тех отношений, которые у вас имели место быть на стороне. Будете их оплакивать. Тяжело расставаться, тяжело осознавать. Но, как говорится, время здесь лучше доктор. Поэтому отпустите ситуацию на самотеку. Возможно, будет ситуация в целом какая-то, которая заставит вас об этом вспомнить. Навеет грустные мысли. И будете эмоционально переживать. Либо товарищ, либо подруга вас добьют в этом вопросе. Ну, каким-то образом, да, не совсем красиво поступит. И будете горевать по этому поводу. Но на негатив недели здесь падает карта дьявол. А вот тут у вас уже пошла ситуация, да. Клин клином вышибают. Но нет и суда нет. И погнали во все тяжкие. По карте дьявола вы даже будете прорываться туда, где вам дорога закрыта. Необдуманные поступки. Сумасбродные. Но вы понимаете, когда вы пытаетесь отвлечься, забыться, самуниционировать. То есть с эти деньги рок-н-ролл. У вас здесь у вас все на лице. То есть вам хочется кайфа и драйва. Но будьте здесь осторожны. Но и в плане совета. Здесь у вас падает четверка жезлов. Обретите стабильность. Обретите гармонию. Если есть возможность, чаще выбирайтесь на природу. Находите время для себя. Но так как четверка жезлов – это карта дома и карта семьи. Заботьтесь о семье, о своем быте, о своем уюте. Если у вас были какие-то нерешенные вопросы касаемо семьи и об устройстве вашего жилища. Возможно, ремонта, либо в целом каких-то нюансов. Постарайтесь удлить этому время. Ну и в плане неожиданности этой недели. Но вот видите, у вас все-таки проигрывается. Вот ваша любовная связь, которая имела место быть. Вот она падает, карта. Именно любовники. Давайте дотянем, что же, что же здесь. Отношения, которые для вас были большой удачей, но уже окончены. Вот видите, на какой колоде не выкладывая, поймите, если вам идет поток информации, то на любой колоде карты вам будут об этом говорить. Просто какие более жестко, какие-то более мягко, все равно результат будет один и тот же. Ну что могу вам сказать, стрельцы, перемелиться, мука будет. Никуда вы не денетесь. На вашем горизонте еще будет очень много любовных побед. Так, давайте смотреть далее. Итак, Козероги, что же вас ожидает на этой неделе? Итак, позитив недели, негатив недели и совет Аркард. Итак, на позитив недели вам падает карта Император. Ну, во-первых, падает мужчина. Решение каких-то вопросов с мужчиной. Мужчина, который открытый, окажет вам помощь, окажет вам поддержку, протекцию, который всячески к вам расположен. Это может быть непосредственно ваш собственный супруг, руководитель, отец, дедушка, либо в целом какое-то высокопоставленное лицо, к которому вы можете обратиться с задельным советом, с помощью, либо в целом, ну, чаще всего император, именно поэтому Аркан, да, изображен человек либо по работе, либо к которому вы можете обратиться по ряду каких-то вопросов и причин. То есть, например, адвокат, нотариум, судья, либо в целом какой-то консультант, неважно по каким вопросам, да, но тем не менее, который даст вам ответ на все ваши вопросы. В плане негатива недели у вас падает восьмерка Пентакли, то, что придется много трудиться, либо финансовые траты крупного характера, возможно, на услуги этого человека, его консультативную деятельность, либо нужна бы какая-то кому-то финансовая помощь или поддержка. И здесь по этой карте, ну, к сожалению, траты вам обеспечены. И на совет от карты здесь у вас падает Королева Жезлов. Сияйте, будьте звездой этой недели, то есть у вас будет абсолютно исполнение всех ваших планов, начинания, желаний, потому что здесь это карта творчества, карта энергии, когда вы будете править балом, все у вас получится, несмотря на какие-то траты, потому что здесь вот запала энергия, которая у вас внутри сидит, она вот прям будет проситься наружу. Ну, давайте посмотрим, о чем же вам говорят карты с позиции неожиданности недели. Так, здесь вы знаете, кстати, как это еще может отыграться? Вот карта затяжная болезнь, здесь лежит мужчина, посмотрите. Могут быть траты либо на врача, в связи с каким-то там, да, ну, диагностикой, профилактикой, еще чем-либо, либо ваша финансовая помощь, например, на лечение отца, супруга, брата, дяди, дедушки и так далее, да, то есть ваша финансовая помощь и поддержка. Потому что, видите, здесь у вас падает карта восстановления, да, ваш тяжелый труд, упорное начинание. Это будет для вас какой-то длинный, долгий путь касаемо помощи этому человеку. И будет ситуация ожидания, когда же все разрешится, когда ситуация стабилизируется, выйдет в нужное русло. Поэтому вот такая у вас будет неделя, насыщенная. Я вам искренне желаю ее преодолеть. И пусть у вас сбудутся только позитивные моменты. Так, смотрим дальше. Теперь наши водолеи. Водолеи, что же вас ждет на этой неделе? Итак, позитив недели, негатив недели, совет от карт. Так, на позитив недели. Вам здесь падает восьмерка кубков. Ситуация ухода. Либо сами от кого-то уйдете, либо от какой-то ситуации, от какой-то проблемы. Вот вас вплывают в стагнацию. Например, ну не знаю, работали ли вы посудомойщиком, либо вам нужно убрать после кого-то, да? То есть огромный угород и посуды. Вас уже так все достало. Вы просто разворачиваетесь и уходите. То есть ситуация для вас позитивна, потому что вы не хотите что-то терпеть, вы хотите изменений. Возможно, вы это делаете, скрипя сердце, но понимаете, что так жить дальше нельзя, так продолжаться не может. И вы кардинальным образом меняете свою жизнь. Во всяком случае, к этому стремитесь. В плане негатива недели, здесь вам падает рыцарь жезлов, ну то есть какой-то вот запал драйв, какие-то, может быть, безрассудные, необдуманные поступки. Для кого-то вполне может даже проиграться, как покупка транспортного средства. Еще такие моменты. Почему в плане негатива? Потому что либо покупка будет неоправданно, дорогостоящая, да? Либо она, скажем так, будет несвоевременно. Или же здесь может проиграться, опять же, уход, либо переезд. Почему в плане негатива? Ну потому что, знаете как, не подготовили себя сделать, это неосмысленно. Они подготовили себе почву, и потом это вам может принести ряд каких-то дополнительных проблем. Ну и в плане совета, здесь у вас падает Паша Пентакли, карта нового опыта, карта ученичества, карта, которая четко указывает на ситуацию заработка и прибыли. Например, если касаемо работы, работа была низкооплачиваемая, найти подработку, либо какой-то новый источник доходов, либо в целом перейти на высокооплачиваемую работу. Паша Пентакли, карта опыта. Это называется в том, что, знаете как, не пренебрегайте опытом чужих людей, перенимайте и чужой опыт, дабы выйти на какой-то положительный результат, либо достичь тех результатов, к которым вы стремитесь. Ну и в плане неожиданности недели. Так, карта тюрьма, заложник ситуации. Вот то, что вы здесь были. К чему это вас приведет? Письмо, получение известия и дорога. Вот вам все-таки падает, да? Здесь может быть прощение, сопряжено быть с покупкой билетов, оформлением вис, либо чего-либо. Ну вот падает переезд, да? Либо опять же, может отыграться, как покупка транспортного средства. Вызовет у вас глубокие раздумья, какие-то переживания, но тем не менее, карта крупный выигрыш. Все равно деньги к вам придут. Поэтому, если вы переживали касаемо трат, ну что ж, игра в банк, карта крупного выигрыша, значит так тому и быть. И пусть у вас ситуация таковой будет. Пусть у вас проиграются только положительные моменты. Искренне души вам этого желаю. Так, ну и смотрим завершающий этап. Рыбки, который закрывает наш зодиакальный круг. Рыбки, что же вас ожидает на этой неделе? Давайте посмотрим. Итак, на позитив недели. На негатив недели. И совет от карт. Итак, на позитив недели. Рыбки. Четверка Пентакли. Ну смотрите, мои маленькие плюшкины. Желание удержать стабильность. То, что принадлежит вам. И самое главное, вот видите, четверка Пентакли. Здесь вы построили замок из песка и очень боитесь его разрушить. То есть, желание удержать стабильность. Это основной принцип, который у вас будет на этой неделе. Чего бы это ни касалось. Работы, взаимоотношения, финансовых вложений и так далее. Ну то есть, знаете, как я говорю, попытки отстоять, либо отжать свое. Так, в плане негатива. Недели, что же у вас здесь ложится? Здесь падает туз мечей. Ну вот видите, здесь нарисована диагностика, либо в целом операция. В данном случае изображено животное. То есть, непосредственно, действительно может либо заболеть ваш питомец, потребуется хирургическое вмешательство, либо вам тоже может потребоваться диагностика вашего организма. Ну то есть, какое-то состояние критическое, да, которое требует обследования. Ну и в плане совета. В плане совета здесь у вас падает король мечей. Смотрите, здесь изображен это судья, но король мечей, это также может быть и врач. Не всегда это проигрывается как судья. Здесь он просто изображен как судья, человек, который занимается какими-то нотариальными вопросами, либо законодательными вопросами. Может, конечно, у вас, безусловно, отыграться и так. Но здесь помощь со стороны человека знающего, компетентного, скажем так, мастера в своем вопросе, который действительно может быть жестко, но тем не менее окажет вам помощь, причем помощь своевременную. Так, ну давайте смотреть на неожиданность недели. Что же у вас здесь падает? Давайте посмотрим. Карта отчаяния. По какой причине? Тяжелый восстановительный процесс и длинный путь к этому. После чего требуется помощь мужчины. Ваше обращение в ситуацию отчаяния к какому-то мужчине. Как я говорю, да, вот мужчина опытный, мужчина знающий. Безусловно, это может быть как и адвокат, так это может быть все-таки и врач непосредственно. То есть, например, какой-то профессор либо кандидат на лоб. Вот у вас падает карта поездка к ним, движение вперед. Ну, к чему это приведет? Во-первых, здесь может быть сопряжено с финансовыми тратами, но вместе с тем ситуация для вас будет стабильна. Чтобы у вас не произошло, какой бы ни был кризисный момент, удача здесь будет на вашей стороне. Поэтому, рыбки, не переживайте, все стабилизируется, все наладится. От души вам этого желаю. Вот такие вышли сегодняшние для вас расклады. Надеюсь, они вас порадовали. Для тех, кого интересуют мои индивидуальные консультации на платной основе, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!